ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Да, здрасте. Ты очень классно выглядишь, кстати. Спасибо. Да мы незнакомы что-то. Но я вижу, да. Слушай, а я тебя прям от края платформы на пару секунд. Сейчас тебя верну на место. Поезд без тебя не уйдет. Что ты делаешь? Может, с тобой куда-нибудь оттолпуй, потому что здесь кругом живем. Да, происходит то, что я вижу красивую девочку, и я решил с тобой пообщаться. Представляешь, что происходит? Ты с работы домой или что? С мысли, да. Забей, но работа уже кончилась на самом деле. Домой, да. А как тебя зовут? Катя. Катя? Да. Сегодня я у меня Катя, да? Нет, нет. Меня зовут, а, Вова. Катенька, а ты вот где-то здесь вот трубишься, да? Да, да, здесь, но Вова и Мишка. А че ждать-то, не знаю. Нет, ты клевая просто. Спасибо большое. Устала? Нет, нет. У тебя какие-то прям зеленые такие глаза невероятные. Ну, они там по-разному, да. И Катенька, там где-то там, Катенька, и Леопард. Просто Катенька Леопард. Ты в какой-то штуке такой прикольный скриженный. Как ты будешь так знакомиться вообще с тобой? Ну, вообще-то только с тобой. Не, ну серьезно. Не, ну, я общаюсь с людьми много, да? То есть с тобой редко знакомиться или что? Нет, я временно в метро, очень редко кто там, ну, открыт. Катенька, ну, видишь, как нам с тобой повезло обоим? Да. Ой. А ты, как бы, вообще, такая активная девушка по жизни, да? Я думаю, да. Это твой поезд? Вот смотри, пипец, важно просто, важнее жизни и смерти пропустить его, потому что... Потому что мы с тобой еще не договорили. Да. Как ты так ешь? Нет, я наверх, я только приехал. А, я... Ну, Катенька, фигни, ну, жизнь такая, что иногда нужно пропустить какой-то поезд. Я не поезд пропускаю, у меня хоккей через хоккей. Хоккей? В смысле, а ты? У меня же хоккейская сказка, да. А, слушай, я, кстати, далек такая, ты, наверное, такая, знаешь, типа, дерзкая такая. Нет, да, да. Слушай, ну, вот, мы следующие будет очень скоро, ты что понимаешь? Я просто не хочу тебя давить, там, держать тебя, Катенька. А ты, короче, хоккеист, народ плечистый, да? Нет, я просто за грузбу и за победу, за это. Ну, ты красавчик, вообще. То есть с тобой можно взять, там, певище, хотя я певище не пью, да? Ну, можно, знаешь, взять, там, бутылочку, сидеть там, смотреть, короче, хоккей. И хоккей. А что ты еще любишь, Катенька? Я в ночь живу. А ты любишь общаться с классными парнями? Ну, наверное, да, кто не любит, все любит. Я тоже люблю, кстати, с классными парнями. Так люблю, с классными парнями. Так люблю, с классными парнями. А ты любишь, когда, сейчас, дай ручку, Катенька, когда, вот, блин, так классно к тебе прикасаться вообще. Это такое очень пыляющее. Почему? Расслабься, здесь никто ничего плохого не сделает. Дай ручку. Ты любишь, когда тебе делают какие-то приятные штуки? Ну, это, ну... Ну, я тебе не про секс сейчас. Я понимаю, нет, я подумаю, я про другое, кстати. Хорошо, но я тоже про другое, мы с тобой оба не такие. Нет, почему? Нет, это же нормально, секс, да? Да. Девушки же тоже любят. То есть, значит, иногда... Может быть, некоторые даже больше, чем мужчины. Девушки больше, чем мужчины. Я думаю, и чаще дымут, опять же. Ну, об этом, как бы, пока рано говорить, потому что я тебе пока еще все равно не дам, да? Не, ну, я, допустим, чем... 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 Ну, просто я не... Такое классное лицо вообще какое-то, прям, чудесное, просто. Как странно. Как странно. Что просто? Ну, не знаю, вот это непривычно для меня, чтобы у вас знакомый человек, я расскажу, что... Предлагать выпить чай? Нет. Нарушать интимное пространство. Здорово. Хочу сообщить тебе об уникальной возможности попасть на мой онлайн-тренинг, который стартует 20 апреля. Почему возможность уникальная? Потому что стоимость этого тренинга будет всего 5000 рублей вместо стандартных 15. Это предельно низкая цена, для чего она... Для чего я решил сделать такую стоимость? Сейчас, в преддверии лета, в преддверии весны, мне хочется помочь как можно большему количеству парней, которые смотрят мой канал, которые чему-то учатся, которые делают что-то, что я говорю, у них что-то получается. Я хочу дать вам критичный объем информации, полезных навыков и знаний, для того, чтобы вы смогли наполнить свою жизнь красивыми женщинами. Для того, чтобы вы смогли изменить свою жизнь. Вот. По поводу тех, кто смотрит мой канал. Ребята, очень много информации, которую можно уже применять и получать какие-то результаты. Но, чтобы вы понимали, еще раз хочу донести, что то, что вы видите на видео в бесплатном, свободном доступе, это лишь малая толика того, чему я могу вас научить. И я хочу отдать вам все свои знания, все свои навыки, все свои умения в этом онлайн-тренинге. Я хочу, чтобы очень много парней из разных городов России, отдаленных от Москвы, зарубежья, Украины, Беларуси, Казахстана и так далее, чтобы вы могли позволить себе этот тренинг. Поэтому такая цена. Следующая такая акция по низкой цене, опять же, не знаю, когда, какая будет цена. Она состоится, наверное, где-то в конце декабря 2015-го или в начале января 2016-го. Суть в том, что сейчас у тебя есть все шансы просрать свое лето. Но также есть шанс и не просрать это лето, а записаться на онлайн-тренинг, который стоит всего 5000 рублей. Онлайн-тренинг «Соблазняя лучших, оставаясь собой». Это без лишней скромности. Я всегда об этом говорил и буду об этом говорить. Самый эффективный онлайн-тренинг по соблазнению в России. Я знаю, как проводятся тренинги у других тренеров, когда тебе просто два-три раза в неделю высылаются какие-то письма с заданиями, которые ты читаешь и должен идти делать. Как делать, что делать, ты абсолютно ничего не понимаешь. И потом раз в неделю тренер вылазит где-то в чате и что-то рассказывает там в течение получаса. У меня будет не так, у меня всегда происходит по-другому. Поэтому это 6 занятий по 2 часа времени, которые я полностью провожу с тобой и с другими парнями в чате. Соответственно, ты можешь задавать мне любые вопросы. Очень важна обратная связь, очень важны какие-то моменты прорабатывать твои индивидуальные в процессе, я отвечаю на все эти вопросы. Я рассказываю, объясняю досконально, все разжевываю, мотивирую, говорю, как преодолевать свои страхи и так далее и тому подобное. Я даю тот объем информации, который тебе нужен для того, чтобы научиться соблазнять женщин, а не просто прийти на тренинг, почитать какие-то задания, пойти понять, что они у тебя не работают, эти практики, и сдаться. У меня на тренинге никто не сдается. Потому что раз вы пришли, значит вы будете ебашить по полной до результата. Я вам в этом помогу так, как я смогу. Что касается записи на этот тренинг, ребята, запись будет только 15 и 16 апреля. Она откроется в 10.00 по Москве 15 и закроется в 22.16. Эта цена, эта акция действует только 2 дня. Если ты не успеваешь записаться в эти 2 дня, значит ты не успеваешь. Еще раз говорю, что такой халявы потом не будет очень долго. Пишет очень много парней и говорят, что мы хотим попасть тебе на какой-то тренинг, но у нас нет денег. Вот, ребята, для вас отличнейшая возможность изменить свою жизнь за 5000 рублей. Это билет в абсолютно новое качество жить. Почему я говорю все время об изменении жизни, а не только ситуации с девками и о том, что ты можешь найти себе одну или несколько красивых женщин? Потому что мужчина, который успешен с женщинами, он просто не может быть лузером по жизни. Это закон, который неоспорим, который работал всегда. И наоборот. Если мужчина успешен, то у него, как правило, все хорошо с женщинами. Как-то так. Поэтому еще раз. 15-16 число. Не пропусти запись. Ссылка для записи на этот тренинг находится под видео. Переходи по ссылке, читай все подробности. И принимай решение, которое, возможно, станет для тебя судьбоносным. 5000 рублей вместо 15. Группа будет большая. Но всем хватит индивидуальной работы. Потому что я и мой второй тренер Илья Забенко будем над этим работать. Так, как мы обычно работаем. Старт тренинга 20-го числа. Увидимся на тренинге. Счастливо. Жду тебя. Да, Тинька. Поскольку мы с метром будем общаться вот так вот. Я не буду нарушать. Я не буду. Да, Лидия. Ладно. Смотри, не получается. Да? Ну, я просто, это, меня сегодня вообще из курдора там стены красит. И, короче, сказали, Львов, иди погуляй, пока покрасим стены. И меня лучше. Отболять. Отболять. Я тебе расскажу все качественно. А ты кем работаешь? Ты работаешь в офисе? Да. То есть, там такая есть штучка, ты пикаешь, короче, она тебя пропускает наверх. В офисной планетаре, да. Ну, это девушка, тебе пофиг, ты что? Мне пофиг, да. Мне самое главное. А у вас там змеюшник или как? Не-не-не. То есть, там и парни есть? А интрижки есть там? Смотри, директор повелся к Литашу, к себе опять болит. А что? Какой точно нет. У нас все по-европейски. А как по-европейски? Ты подходишь к директору, или как его зовут? Ну, у нас их нет. Например? Ну, например, доктор Жорж. Жорж! Бля, здоровый чувак. Как ты, Жорж? Нет, так лично я не подхожу. Не-не, ну, у вас в Европе вроде приведет и так общаться. Здоровый чувак. Не-не, не все за руку там селы. Доброе утро. Как дела? Тем более, Катенька, это еще один повод. Сейчас. Подожди, это очень важно. Мы нарушим все-таки твое личное... Почему я так вот хватаю? Да, потому что я вот в последнее время понимаю, что жизнь может в любой момент прекратиться, не дай бог, конечно, да? Понятно, что мы не застрахованы. И надо же наслаждаться вот сейчас моментом. Вдруг ты завтра выйдешь замуж, а почему шутка? И мы с тобой не увидимся, например, хотя мне больше хотелось. А если я знаю... Ты как минимум не курица, которая такая... А, платьишко со стразами, а? Потому что ты смотришь хоккей, и там, ты нормальный чувак. Да, я не делаю. В смысле ты занята? Ну, у меня молодой человек... У меня, ну, как бы что теперь, мешает нашей встрече? Ну, наверное, а так. Да нет. Ну, смотри, вот у тебя есть девушка. Ты любишь его? Да. Очень-очень? Да. Да прям. Ну, пап. Давай мы просто увидимся, выпьем чаю, и все. Мне кажется, это непорядочно по отношению к нему. Возможно. Я даже в этом уверена. Возможно. И для построения крепких и долгосрочных отношений... Если он тебе действительно дорог и прям все круто, то я вам скажу, там, плодитесь и размножайтесь. Ну, возможно, бывают люди такие, знаешь, перезимовательные. Ну, это точно не тот вариант. Это именно настоящий эмулет. Сколько эмулет? Ну, он моровейский. Сколько? 27. Ну, уже так и нормально. Почти. Слушай, ну... А тебе сколько? Не 31. О, это хороший возраст. Да? Да. Для мужчины хороший, я считаю, самый лучший. Да. Катенька, ну, то есть, как бы, я вот, знаешь, стал в последнее время старым каким-то домом. Если все хорошо, дай бог вам вообще, не знаю, счастья, там, добра и так далее. Да, все хорошо. Вижу, как классно. Ну, просто это интересно. И мало ли, потому что... Что такое? Ну, как бы, ну, я не за эту сферу деятельность, если можно сказать, что он не кусается. То есть, вы хотите... А может, если что... Давай тогда ты запишешь свой телефон и пойдешь. Только ты потом напомнишь, что вот там я Катенька, я вот... Да, ну, потому что я подумал, что для с вашей памяти все хорошо. Люди, которые очень жаждают таких активных молодых людей. Они очень хорошие. Они симпатичные. Они симпатичные. Они не коровы, они не чудовища. И не, ну, вот это вот, знаешь... Офигеть. Все, короче... Давай, я запишу. Давай, подруги. Давай. Восемь. Вово. Сохраняем. Просто это очень здорово, если я смогу... Возможно, всякое, понимаешь? Я все так на себя посмотрю. Соответственно. Для чего тут это надо? Да. Может быть, для тебя, может быть, для меня, может быть, для кого-то еще. Возможно, что ты поймешь, что твой парень там... Или он там тебя бросит. Или ты... Я не знаю, как бы... Дай бог вам всего хорошего. Я сейчас сходу, что видит какую-то девушку, а я думаю, что он меня любит. Офигеть. А понимаешь? Вот это да. Все это бывает. Так, а как тебе зацепить? Думаю, это... 23 сантиметра. Хорошо. Это не пошло. Это как раз что-то пошлое. Да? Я не вижу ничего пошлого в 23 сантиметрах. Я под этим не спасу, а ты... Скажи, а то они... Да ладно, перестанет. Они наоборот скажут, что круто. Это небольшая работа. Да я не знаю, о чем ты, Катя. У тебя космически классная сумка. Да, спасибо большое. Давай, мы тогда тебя отпустим. Да, спасибо. Я вот, кстати... Я очень рада, что такое... Ты молодец, потому что... Вот, действительно, таких вот верных женщин настоящих, которые ценят своих мужчин очень мало. Я не знаю, что я могла сказать, у меня есть мужичка, ну давай-то пьем чаю. Да и нет, понимаешь, ты сам интересный, если я бы тебе сейчас уговорил даже, то есть ты завтра замуж уходил. Просто я не хочу, как бы, понимаете, я поставил себя на место чувака, как бы, и подумал, что, блин, ну и будет неприятно. Нет, не хочешь, чтобы мы тебя относились, и вот так и не поступали. Нет, в последний период, пусть, дай бог, вам все хорошее, реально. Независимо от того, что, вот, как бы, узнает он о нашем общении или нет, если даже узнает, ну, неважно, в жизни всякое бывает, то видит бог, как бы, в этом ничего страшного. В любом случае, мне было очень приятно с тобой присутствовать. Да, ты очень классная, я уже завидую твоему парню. Спасибо тебе большое, давай. Всего хорошего. Только я, обязательно. А ты можешь есть где-то в соцчар, там, что-нибудь. Да. Ну, а где? Да. Потом, вот, дашь по друженцам, они пусть напишут, скажут, что от тебя. Ну, в горе, окей, ну, просто договорились. Всего хорошего. Пока. Короче, что произошло? Меня Тима снимает, и, ну, еще раз, для тем, кто не понял, я подошел к этой девушке, потом еще сделал несколько подходов, и, короче, она подходит к Тиме и говорит, сейчас, здрасте, а я, говорит, не давал разрешения на съемку, то есть, прикинь, она за нами следила все это время, короче, как мы подходили к другим девкам. Она просто неадекватнейшая девушка, реально, вот, побольше вот таких. Научик, нам. Не переживай, может быть, даже ничего не будет, пожалуйста, это важно. А где это будет? Даже если будущим лицом закрыто. Ну да, но просто не хотелось бы, чтобы там выржали, но выржать не будет. Не будет, Марин, включай, включай, включай. Я уже включил. Короче, произошла охранительная ситуация, которая, ну, я бы никогда, просто так, как я подошел к девушке. Это Катенька. Ну, лицо вы не увидите, и, слава богу, потому что она красивая, и я не хочу, чтобы все смотрели на нее, тихо ли она не хотела. Вот, и Катенька просто почему-то решила остаться. Она, короче, за нами проследила. У меня, короче, крыльца, видимо. Она, когда выкнули, после подхода она осталась попалить меня, и сейчас через три подхода она подошла и говорит, что я за вами проследила. Как это, Катенька, почему-то решила остаться? Ну, я не знаю, у меня интуитивно настройство было, что надо подумать, что она здесь не так. Что-то не так, да? Да, тем более, наверное, козырным моментом стало то, что когда мы с тобой прощались, из-за того, что ты только приехал, выход такой... Блин, сейчас звук пропадет. Почему? Ну, ты же не включил. И что здесь записывается? Ну, сейчас в метро. Ничего страшного. Хорошо, давай. И вместо того, чтобы пойти по той логике, куда ты мне показал, туда-наверх, ты пошел обратно, сюда. Ну, смысл тебе возвращаться на платформу и идти в противоположную сторону от выхода, если ты шел по делам в Афимово, вон там. Ну, это какая-то логика. Ты вообще... Слушай, у тебя правда есть любимый мужчина? Да. Давно месяц. Ты знаешь, ты такая клевая, мне... Я, честно говоря, ему завидую. Чувак, если ты случайно видишь это видео, да, то есть, ну, чтобы как бы без обид там, просто, ну, напишешь нам ВКонтакте, мы его удалим, не переживай, никто не узнает твою девушку. То есть, я тебе искренне завидую, мужик. Ну, просто было интересно. Я хотела убедиться в том, что вы действительно нормальные ребята. Да вы нормальные ребята. И ничего плохого с этим не будет. Да ничего не будет, смотри, просто... Я даже не знаю, как вот, потому что, естественно, согласен, какого нет, да, на съемку. То есть, вот, если ты сейчас, как бы, я тебе скажу, что лицо будет закрыто, поэтому, как минимум там, причем закрыто нормально, да, и, как бы, ты поможешь тем самым, как бы, раскрыться вселенной. Ну, смысл жизни в том, чтобы помочь раскрыться. Это очень завуалировано, как-то, и обобщенно. Хорошо, ты поможешь мужчинам, а поможешь мне, то есть, если что-то не понравится, или ведет к столу, ну, вы его найдете, вот мы его убрали. Ну, как я его найду? А вот, хватит, ну, чтобы никак не нашло. Ну, она будет искать, короче. Нет, ну, если вы будете для себя его выкладывать. Ну, мы его будем, чтобы какой-то доступ в интернете. Да, но доступ это YouTube, это единственное такое самое... Ну, я еще раз говорю, то есть, я не знаю, как несется для этого твой мужчина. Он, например, нормальный. Я не знаю, как несется для этого, я еще раз говорю, я, что очень гарантирую, что лицо будет закрыто, точно так далее. Очень жаль, что ты, вот, не одинок, потому что я бы с удовольствием не знаю. Я поняла, ну... В общем, дальше вам, ребята. Я очень рада, что ничего плохого в этом. А ты, подожди, а какие у тебя были мысли, ты думала, что это... Мы дома будем это делать. Нет, ну, на самом деле, по-разному. Сейчас еще много секс-феней. Нет, вот ты думала, что, вот, как бы, или думала, что... Врачное агентство, да? Ну, нет, может быть, это какая-то проверка на вшивость, там... Ну, парень, там, заказ платил нам денег, конечно. Ну, парень бы так не стал делать, но... Это, я, Пиродача, как ее называют? Майлина Майлиновская, это... А, это... Соблазны. Не надо пиарить, если вы любите мужику у меня на канале. А не запикайте, вы запикайте их в души. Но суть в том, что я... Мало ли вдруг мы решили устроить социальную эксперимент на тему, насколько мы изменяем свои души? Ну, это, в счастье, в принципе, и так. Смотри, сейчас проедет поезд. Да. В общем, меня тоже видно, да? Смотри, вот я... Ребятам говорю, что очень жаль, что вы, ну, не увидите ее лица, да? Ну, по понятным причинам. Это очень красивая девушка с очень красивыми глазками, с какой-то... просто единственной офигенской улыбкой. Добрая, настоящая такая, какая она должна быть, а не вот эта вот утка там. Пытаная, а? А не аж тратик, а? Посмотрите. Бля, ненавижу таких. Вот таких девушек реально мало. Смотри, Катинка, вот... Допустим, до того, как ты начала встречаться с парнем... Да. У тебя были моменты, когда тебе мужик нравился, да, но он тупил жестко прям вот, и ты думал, ну, че, что, блядь, что ты меня не трогаешь, мудак, что ты... А как это было? Можешь двухсловак вам сказать? Ну, это был такой изначально курортный роман, то есть знакомство, и человек признается в каких-то чувствах, что... Да, для него вторая половина, но при этом он как бы не трогает тебя, не возбуждает, не пытается тебя целовать, заниматься сексом. Он просто был занят, чтобы девушка была. Это пиздеж, ребят, ну ладно. И он влюбился, и в итоге они сейчас живут славненько за... Нет, а у тебя был, допустим, что тебе нравился чувак, и он как бы стеснялся к тебе подойти познакомиться, и ты думал, ну, как мне еще к нему там самой, что-то, вот такое, может, удобно? Нет, такого нет. Всегда сами подходят. Но мы же умеем подавать сигналы. А какие сигналы, например? Расскажи про сигналы. Для тех, кто совсем тугой. Ну, во-первых, мы стараемся лишний раз прикоснуться. А как вот ты сейчас... Давай, посмотри, ситуация. Метро, девушка, парень, какой может быть сигнал? Прикоснешься к парню? Или, допустим, что... Просто пристань, чувак, метро. Нет, мне не... Слушай, блин, ну нет такой... Вот какой красивый девушка, такой смешной, такой, бля... Нет, ну я имела в виду, что это уже какой-то диалог. Ты же говоришь, что мне парень нравится, значит, он какой-то конкретный. Нет, вы работаете в одном офисе, но... Дайфен текст тогда побольше, потому что... А вот и хер вам, ребят. Нет, это все будет как бы на тренингах. Нет, на самом деле это очень интересно. Все индивидуально. А вот, что ты посылала скромным таким вот парням, которые... Я знаю. Классные, да, там и так далее. Но они стесняются. То есть, вы скажете, девушки шлипят секс. Да. Все хотят секс. Когда там вот и жестко, и во всяком, да, то есть и нежно. Ну главное, главное не унижение личности. Понятно. А когда за горло вот так вот, да, и за волосы. То есть удача классно. Ну, наверное, это по настроению, так, что это индивидуальный момент. Да, смотри. И ты же по-другому согласишь, что инициатором всего этого так или иначе должен быть мужчина, да? В первую очередь. Ну да. То есть на первую, кстати. Ну да, да. Когда его еще не было, да? Ну да. А вы вот, как сказать, переживаете, да, когда хочется секса, а чувак вот этот тупит, да, и не может никак там вас поцеловать, там, ну то есть давить так. Я не могу на себя... Ну да, ты сейчас не женщина, ты сейчас просто сторонний вот человек. Я просто, да, единица. Так, честно. Ну, наверное, это обидно. Обидно, да смотри, чувак. Это обидно. То, что ты сейчас делаешь, вернее, не делаешь, да, оказывается, для девушек это обидно. Ты слушай, ради там, через силу сказать девушке «давай», и она откажет. Сказать это стрёмно, да? В открытую, да, подойти и сказать «давай». Мы уже говорим про какие-то уже отношения, когда он стесняется сделать этот шаг. Ну да. Лучше попробовать так наметом. Если она отказала, не обижаться. Она просто набивает себе цену. Мы же не можем страдать. Да, это проверка. Это опасично, это проверка. Да, да, да. И это, короче, типа перекладывание ответственности. Тебе же важно, чтобы он не подумал, что ты доступная, да? Да, конечно, мы же этого боимся. Чуваки, я это не придумал, как видите, вот, как бы, ну, любая женщина вам это сказать. Она повезла с Катенькой, что она очень адекватная, потому что если представила какая-нибудь курица, она бы сейчас говорила, там, «мужчина должен быть галантным, цветным». Ну да, если вот такая бы ересь пошла, Катенька. Нет, она шел в том, что мужчина че не должен, а женщина тоже. Вообще круто. Это просто, это как бы есть обоюдное или его нет. Если оно есть, не нужно это сдерживать. Да, все друг друга, собственно говоря. Все друг друга. Катенька, ты человечище просто, слушай. В общем, я желаю вам удачи, ребята. Вот ты знаешь, если твой парень когда-нибудь тебя бросит. Ну, номер, то есть, действительный, да? Конечно. Да, да. То есть, это хотя бы не розыгрыш. Мне было бы очень приятно. Я, конечно, не буду этого ждать, да, то есть, но... Я привык, как мужчина, звонить сам, я понимаю, что... Ну, вот, в данном случае, ну, как бы... Самое главное, не обижаться на наше «нет». Иногда это кокетство, вот и все. Я все знаю, поверю. Как бы, остальные... Ты сейчас вот говоришь вот этим людям, которые... Да, да. Если... Для них. Которые иногда сомневаются. А ты согласна с тем, что вот жизнь, она настолько короткая и быстрая, да, что надо реально, ну, как... Мы девушки оборзели просто. Да, да. Иногда мы ведем себя очень с радостью. Неадекватно. Но вы, мужчины, нас к этому приучили. Да. Мы взаимно... Вот этими всякими позициями снизу, да? Да, 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 да. Вот, вот это надо, чтобы изгрожал. Один начинает вот это вот... Проводить промо-акцию, цветы и стелется. Нельзя перегибать. Ну, должен быть баланс. То есть, ты теряешь к нему интерес, как к мужчине, да? Конечно. Он для тебя больше не самец, а какой-то вот... Банкомат. Ну, привези меня в три часа ночи, да, из клуба домой. И он там подрывается, везет, да? Ну, девушка должна быть адекватна в своих поступках и решениях. А мужчина... Ну, много таких, которые реально пользуются вот этим подкаблучничеством, а они потом этими чуваками просто крутят, да? Да, да. Ну, это все психологические травмы женщин. Поэтому... Катя, это настоящая женщина, потому что она любит хоккей. Да, любит хоккей. Таких женщин надо еще поискать. Спасибо тебе. Гигантское. Да, спасибо вам. Удачи, ребят. Надеюсь, ваше дело, ваша работа... Пусть твой парень не ревнует, потому что ты такой вот какой-то дружеский. Да, все. Значит, он уверенный в себе мужик. То есть это очень круто. Да. А все это зависит от женщин. Потому что ревнует... Которая рядом. Ну, хорошо. Как мне не хватает вот этого, честно говоря. Желаю вам... Мне нужна именно такая женщина, которая... Ну, взаимопонимание всем хочется. Рядом с которой захочется открывать дверь ногами, как президенту в дверь в кабинет и говорить привет. И чтобы это не было чем-то обыденным и нормой, чтобы она тоже расценила. Сегодня или через 10 лет. Одинаково. Вот что важно. Но мне этого не хватает. Катя. Вообщем. Тебе гигантское спасибо. Ты вообще за шикарную машину делаешь. Спасибо. Тоже мне очень понравилось. В общем, приятно быть с вами с нами. Пока. Пока.